Вчера в самом помпезном центре Нижнего Тагила прохожие могли наблюдать и даже снимать эпическую рекламную битву за внимание целевой, да и всей остальной аудитории. Драку двух маскотов прямо посреди проспекта Ленина на трамвайных путях. Со стороны могло показаться, что серый мишка, больше похожий на серую мышку, пытался войти в теремок, как в сказке. А тот такому противоестественному совокуплению сопротивлялся, отправив итоги халявщика, сосать его косые лапы и строить собственную берлогу, а не покушаться на готовенькую чужую недвижимость, как какой-нибудь черный риэлтор. Видимо, такое невербальное послание вложили в это вирусное действие его креаторы. Проходило оно под пешеходный зеленый сигнал светофора посреди перекрестка проспекта Ленина с улицей Огарково, где прямо на углу как раз таки и базируется то самое агентство недвижимости имени подмосковного поселка долларовых миллиардеров. У его крыльца дефилировал талисман-домик, у которого, как по сигналу светофора, вдруг поехала крыша, и он метнулся на центр площадки биться с другой ростовой фигурой, которая ровно по диагонали от него рекламировала, надо думать, медвежьи услуги. Вот такие полулегальные, серые, как параллельный импорт. Судя по тому, как радостно подпрыгнула избушка на своих курьих ножках, и по тому, как поплелся в угол к своему тренеру медведь-альбинос, по итогам москотской драки недвижимость устояла и отстояла свой рекламный землеотвод.